МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 28 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Юлианна Шахова. 28 ноября 1838 года родился русский художник, скульптор, монументалист Александр Михайлович Апикушин. Он появился на свет в деревне Свечкино, Ярославской губернии, в семье крепостного крестьянина, который был скульптором-самоучкой и потомственным лепщиком-декоратором. Отпущенный доволюющим мальчиком, Апикушин работал в подмастерьях у скульптора Йенсена в Петербурге. Затем, вплоть до 1864 года, занимался под его же началом в Академию художеств, получив диплом классного художника в 1869 году. Сначала он завоевал признание как портретист. Под руководством Михаила Микешина Апикушин принял участие в создании монумента «Тысячелетие России в Новгороде», вылепив для него фигуру Петра I. Также Апикушин работал над памятником Екатерине II в Петербурге, для которого исполнил девять фигур, в том числе две по собственным эскизам. В 1870-е годы уже в полной мере, причем именно в монументальном искусстве, развернулся его дар воятеля романтика, умеющего воплотить идеальный образ знаменитости, торжественный и в то же время подкупающий человечный. Именно эти черты ярко проявились в его шедевре «Памятники Александру Пушкину для Москвы». Среди его работ памятники Пушкину в Петербурге, Лермонтову в Пятигорске, Муравьеву Амускому в Хабаровске. Все осуществленные в традиционных материалах – бронзовые фигуры, гранит для постамента. Наиболее грандиозными были памятники Александру II в Московском Кремле и Александру III в близ Храма Христа Спасителя, демонтированные после Октябрьской революции, равно как и монумент Муравьеву Амурскому. Последний период отошел от активной деятельности, все более уединяясь в своем имении в селе Рыбница Ярославской губернии, где он скончался в марте 1923 года. 28 ноября 1880 года на свет появился Александр Александрович Блок, величайший русский поэт и драматург, один из наиболее ярких представителей русского символизма, литературного направления, оказавшего глубокое влияние на всю последующую русскую и мировую литературу. Его отцом был профессор прав, матерью, дочь ректора университета Санкт-Петербурга. Поскольку родители разошлись, с трех лет маленький Саша жил и воспитывался у родителей отца, которые принадлежали к сливкам петербургской интеллигенции. Постоянное вращение в богемной среде сформировало особенное мировосприятие Блока, проявившееся в будущем в его литературе. Сочинять Блок начал в пять лет, поэтому неудивительно, что поэтическая экспрессия стала нормой его жизни. В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери великого русского химика Дмитрия Менделеева. В том же году вышел первый сборник поэта, написанный под впечатлением первой любви и первых месяцев счастливой семейной жизни. Первый сборник поэм Блока «Стихи о прекрасной даме» представляли собой платонический идеализм поэта, реализацию божественной мудрости в образе мировой души в женском обличье. В следующих поэтических сборниках Блока «Город и снежная маска» автор сконцентрировался на религиозной теме, а его муза, их мистической дамы, превратилась в незнакомую куртизану. Поздние поэмы Блока представляют собой смесь надежд и отчаяния автора относительно будущего России. В незавершенном возмездии 1910-1921 годов проявилось крушение иллюзий автора по поводу нового большевистского режима. Стоит отметить, что Блок с оптимизмом воспринял Октябрьскую революцию 1917 года, возлагая большие надежды на новую власть. Однако последующие действия большевиков настолько шли в разрез с тем, что предполагал Блок и что они сами обещали, что поэт не мог не прийти в отчаяние от этого собственного самообмана. Тем не менее, он продолжал верить в исключительную роль России в истории человечества. Последним произведением Блока стала его самая противоречивая и загадочная поэма «12». «Черный ветер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер на всем Божьем свете». В «12» автор использовал полифонию ритмов, жесткий, даже грубый язык, чтобы читатель мог представить то, что написано на бумаге. Отряд из 12 бойцов Красной Армии идет по городу, сметая все на своем пути и неся впереди себя Христа. Александр Блок умер в августе 1921 года в Петербурге, оставленный многими друзьями молодости и лишенный последних иллюзий относительно новой власти. Сегодня 28 ноября. Наша программа «День веков. Хронограф» подходит к концу, и сейчас самое время узнать о погоде. 28 ноября 1711 года сильное землетрясение случилось на Украине. Заметные толчки ощущали жители Киева вечером этого дня. 28 ноября 1885 года в Москве была зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила 24,5 градуса. 28 ноября 1896 года в Херсонской губернии разыгралась сильная буря. 28 ноября 1904 года, в то время, когда в России стояла очень теплая погода, Англию засыпало снегом. Морозы доходили до 14-15 градусов. 28 ноября 2005 года в районе Малых-Кармакул, Ненецкий автономный округ, ветер усиливался до 29 метров в секунду. На юг Сибири и Забайкалии в этот день обрушились сильные снегопады и метель. А теперь заглянем в народный календарь. 28 ноября Гурьев день. Гурий, Самсон и Авив – хранители семейного очага. День Гурия, морозного изгонителя зла, особо помогает устранению зубных болезней. С этого дня все нечистые убегают с земли, завидев зиму над пегой кобыли и прячутся в преисподнюю до самых святок. Рожденного в этот день одаривали в старину мерой овса возом сена. На Гурия глядели, коли снег добрый, то лежать ему до половодья. А с вами была программа «День веков хронограф» и мы ее ведущие. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин